Вера вечна, вера славна, наша вера православна. Здравствуйте, уважаемые зрители канала День ТВ. Сегодня у нас такая литературная встреча. Мы обсуждаем книгу историка Островского «Солженицын. Крушение мифа». Обсуждаем мы ее с Михаилом Гнатьевичем Делягиным. Но это не интервью, он не гость. Мы оба в этом данном случае гости. У нас не интервью, у нас беседа. Михаил Геннадьевич, здравствуйте. Здравствуйте, Андрей. Мы говорим о книге Островского «Солженицын. Крушение мифа». Она вышла в самом начале нулевых первым изданием, где историк Островский, историк очень дотошный, очень внимательный, разобрал детальнейшим образом биографию Солженицына и, по сути дела, уничтожил миф о нем. Книга как-то странно, подозрительно, ну, может, это так кажется, может, я ошибаюсь, но она, тем не менее, как-то странно, подозрительно в течение нескольких дней исчезла с прилавков и стала библиографической редкостью. И вот не так давно Михаил Геннадьевич нашел деньги. Книга была опубликована вторым изданием. Михаил Геннадьевич написал послесловие, я написал предисловие. И вот сегодня мы беседуем об этой книге. Михаил Геннадьевич, скажите, пожалуйста, вот что вас привлекло в этой книге спустя 15, почти полтора десятка лет после ее выхода? Вы знаете, к сожалению, это такой сценарий, ситуация полуанекдотическая. Потому что за Солженицыным я смотрел, в 90-м году мне передали ксерокопию подробного рассказа о том, была опубликована по тем временам, как он был стукачом, как он людей подставлял и так далее. Потом как-то фигура стала не очень интересной. И я заинтересовался, у нас в 18-м году объявили Днем Солженицына. Ну, потом, естественно, Сим Симович Карновалов у Войновича, в его «Москва-2042», так сказать, все дружно посмеялись, интересные хихи-ха-ха. И я, товарищ Путин, открыл лично памятник Солженицу на 18-м году. Одно дело, большую коммунистическую переименовали. Ну, хорошо, что не в улицу генерала Власова. Могли бы и так переименовать. А, ну, переименовали, ладно. А вот, что Путин лично открывал памятник, я заинтересовался. Потому что все-таки Путин работал в КГБ, и, в общем, ну, как бы, известное ведомство. И Путин, как бы, он всегда подчеркивает, что у него такой корпоративный дух. Он это не выпячивает, но подчеркивает, так аккуратненько. Уходим. И я просто заинтересовался, а как же так? Вроде враг, ну, ведомственный враг должен был бы быть. А вроде бы, так сказать, человек, который приложил руку к распаду всего. Потом, правда, вроде бы приехал, перековался и здесь, так сказать, умер. Но даже пытался как-то Ельцина поучать, но все равно. Стало интересно. Я, так сказать, ну, работа-работа, я так стал посматривать. И, по-моему, кстати, с вашей подачи нашел книжку Островского. «Солженица на прощание с мифом». О, думаю, сейчас почитаю. Сейчас я ее почитаю. Захожу на Озон, а ее не просто нет. У них там есть такой сервис, что иногда эту книжку могут делать, может делать репринт. И вот в сервисе репринт она стоила каких-то совершенно безумных денег. 4 800 рублей. Потом она упала до 3 600. И я думаю, о, сейчас, пока я... Ну, все-таки безумные деньги, но интересно. Пока я набираю, книжка исчезла. И все, ее нету даже за 3 600 рублей. Я думаю, так, хорошо, ребят, коллеги. А что это была за книжка, которую сдали там 15 лет назад, и которая, так сказать, до сих пор так ценится, ее все равно нигде нету? Ну, вы мне ее прислали. Я посмотрел и решил, что, в общем-то, заслуживаю того, чтобы не только я ее прочитал. Потому что это подробный, действительно, детальный анализ. Причем детальный анализ не самой биографии. Не столько самой биографии. Что он о себе писал в разные времена, как он по-разному себя охарактеризовывал. Что о нем писали друзья, что о нем писали враги, разные друзья, разные враги. То есть это, во-первых, действительно портрет человеческой биографии. В очень драматическое время. То есть все сломы прошлись, ну почти все сломы прошлись через него или его родителей. Это как бы опыт выживания человека, как он выкручивался. Как он выкручивался всеми способами из разных ситуаций. Это определенный социальный слой. И это высочайшее актерское мастерство, как человек сочинил себе биографию на ровном месте. Как человек титанически трудился, чтобы сочинял свою биографию. Ведь он, когда уже был вполне себе очень обеспеченный человек, как он виртуозно изображал из себя нищего, который живет там на какие-то гроши, который голодает, который всю жизнь, даже заработав деньги, привык есть экономно и ждать ареста на следующий день. Это же была виртуозная актерская игра. Это стало вторым я-человеком. Как он обманул и ввел в заблуждение, в общем-то, очень таких людей, проницательных, взрослых. Никаких-то там школьников. А вот Шаламова он не обманул. Шаламова не обмануть, потому что Шаламов испытал первый шок, прочитав один день Ивана Денисовича, задал простой вопрос. А что у них там кот делают? Почему его не съели? Как они там живут, что у них живой кот ходит по территории, его не съели? И Шаламов назвал Солженицына, правда, в частном разговоре, лакировщиком действительности. Еще назвал его дельцом и запретил ему пользоваться. Солженицын очень хотел добраться до архива Шаламова. Ему писали зэки, рассказывали, как это было. Но Шаламов категорически отказался предоставить ему свой архив. Да, чтобы не обосновывать ложь. Ну, понимаете, одно дело – это делец. Да, делец – это сейчас уже скорее как комплимент. Форд тоже делец. А с другой стороны – лакировщик действительности. То есть он приукрашивал то, о чем он писал. И с другой стороны, эта книга – это опыт совершенно великолепной работы с документами, как в странном говорю. Вот собрать все документы, а дальше анализировать, дальше подставлять, рассматривать с точки зрения духа эпохи. Ведь Островский – потрясающий историк, он очень тонко ощущает дух эпохи. И блестяще работал с документами. То есть вот этот документ против этого документа. Да, одно дело – документ против документа, а другое дело – документ против духа эпохи. Говорит, постойте, господа, но это так же не может быть. Да, это написано, но это же невозможно вот в таких-то, таких-то и таких-то условиях. Это так не бывает. И он очень тонкий психолог, что тоже так не бывает. Он раскрывает психологические нюансы, психологическую подоплеку тех или иных действий. То есть помимо того, что это про Солженицына, помимо того, что это про очень интересную эпоху, но ведь мы сейчас еще поговорим про это, это еще учебник, как надо работать с документами. Причем, обратите внимание, понятно, как Островский относится к Солженицыну, но книга написана в очень спокойной манере. Он не обличает, он так спокойно переворачивает странички, так, здесь, 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 и обвинительный документ. Он же не сделал ни одного вывода. То есть я, у меня просто руки потянулись писать после Солжья, потому что Островский, написав вот такую книгу, он же не сделал там никаких выводов. Типа, ребята, вот смотрите, вот это так, вот это так, решайте сами. И я понимаю, что у нас сейчас уже поколение людей, даже моего возраста, люди, которые не способны употреблять непереженную пищу, они не способны делать выводы. Реально. Люди с отбитыми мозгами полностью, я не говорю про детей, которые ЕГЭ сдавали, я говорю про свое поколение. Когда человек мне говорит с пеной рта что-то, ровно противоположное тому, что он говорил три года назад. О, это обычное дело. Причем не из-за интересов, исходя из фактов. Он отрицает факты, которые он же мне с точно такой же пеной рта приводил три года назад, причем человек вполне себе образован, успешный, на хорошей топ-менеджерской должности. То есть пластичная психология. Да, да, да. И я просто решил, что напишу простые слова, чтобы выводы обозначить хотя бы. И эта книжка, она еще написана очень хорошим языком. То есть, ну я пишу плохо, у меня язык тяжелый, поэтому мне было просто одно удовольствие ее читать. Я читаю, 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 думаю, да. Но еще впереди много. Ой, я ее уже треть прочитал. Вот так. И это было большим удовольствием ее издать. Ну, правда. И, собственно говоря, для меня было открытием, насколько эта тема была актуальна. Потому что я-то ее решил издать из чувства долга перед, что называется, историей и перед исторической наукой. Потому что вы себя называете следователем по особо важным историческим делам, а говорите, что историк должен быть следователем по особо важным историческим делам. И вот это учебник, как становиться таким следователем. Петровский был следователем по особо важным историческим делам. Это разжеванное дело, которое практически не как у Шерлока Холмса. Хоп, вот вам озарение. А сейчас я вам потом расскажу, как это было. Нет, это все шаг за шагом. Это без всякого актерства, без всякого флера. Вот. Это очень здорово. Но, ко всему прочему, я был потрясен, как я ее сдал. Я ее сдал на платформе краундфандинга. Извините за непристойное слово. Когда, ребята, вот есть проект, вы подписывайтесь, если вам интересно. И сейчас на этом бумстартере продолжается эта подписка. Собрали уже там на 40% больше, чем нужно для издания. То есть это пойдет на следующий проект. Это пройдет на авансирование следующих проектов. Может быть, допечатаем тираж этой книжки тоже. Потому что оказалось, что тема Солженицына и шире тема предательства, которую воплощает в себя Солженицын, она жутко актуальна. То есть людям это... Ну, когда умер Солженицын, никто не вспомнит. Да, его проходит в школе, но его все забыли. Ну, вот отлично. Архипелат ГУЛАГ. Все понимают, что он про Архипелаг ГУЛАГ. Он про репрессии. Но попросите что-нибудь, сказать какие-нибудь детали. Никто не вспомнит. Красное колесо, чудовищный графоманский текст, который Солженицын не дописал, а может быть, даже и не досчитал. В смысле, что не доредактировал. 200 лет вместе. Лежит у меня на полочке. Подарили, так сказать, друзья евреи. Ожидает прочтение лет, наверное, 12 или 13. Хотя народ хвалит. То есть, оказалось бы, забытый человек. Но Владимир Владимирович поднял его на щит два года назад. И это до сих пор актуально. Потому что тема предательства одна из самых актуальных в сегодняшнее время. Это одна сторона актуальности. Но вторая сторона, и вот я об этом поразмышлял в предисловии, а вот чем так любезен нынешнему режиму, Солженицын, почему вдруг и год Солженицына, и памятник, хотя это не первый памятник. Мы ведь в Владивостоке поставили памятник. Памятник поставили, и через несколько дней на него надели бирку, на которой было написано Иуда. Меня к нему подвели показать этот памятник, и сказали, только ради бога, пожалуйста, не справляйте на него нужду. А он стоит там на краю причала, и в принципе, если стать лицом к Солженицыну спиной города, никто не увидит, что вы делаете. Ради бога, не справляйте нужду, потому что это очень популярно, и здесь, вы видите, уже камеру поставили. Не надо. И вот здесь интересный очень такой момент. Первая мысль, которая приходит в голову, почему Солженицын, дело в том, что за 30 лет существования постсоветского или антисоветского режима не появилась ни одной крупной литературной фигуры, которой режим может, скажем, похвастать так, скажем, как советский строй мог похвастать Фадеевым, Леоновым, Алексеем Толстым. Дмитрий Быков попытался, но вот стать толстым ему удалось, а крупным нет. Хотя поэт был чудесный когда-то. Когда-то. На самом деле, Графоман вообще. 21 год назад он написал очень хорошее стихотворение. Хорошо. В таких случаях в моем детстве говорили «Возьми с полки пирожок». Вот, значит, и нет ничего. Ну, не Сорокин же, так сказать, и не Пелевин. Не Пелевин. Я не все же путаю. Не хорош. Пелевин просто пишет одно и то же. Он уже 20 лет пишет одно и то же. 25. В принципе. Ну, и молодец, конечно. С точки зрения бизнеса я ему аплодирую. Значит, и хотелось бы иметь своего классика. Хотя, с другой стороны, классиком-то он стал, сказать, классиком в кавычках, вообще в советские времена. Но здесь второе... Без агитпропа он бы не стал классиком. Без агитпропа ЦК он не стал классиком. Безусловно. Безусловно. И здесь второй момент. Понятно, чем любезен он. Он антисоветчик. Он антисоветчик. Он антисоветчик с позиции монархизма, если я правильно понимаю. Или, по крайней мере, пытался себя таким изобразить. А наши трудящиеся, или как их назвать по-другому, блатные феодалы, если пользоваться термином Сергея Юрьевича Глазьева, они лепят себя с Николая II. Там даже кому-то из них приписывается фраза, что мы хотим построить Россию Николая II. Мысль о том, что она сама рассыпалась, и почему им даже в голову не приходит. Вообще-то, это так же, как разговоры из той же серии, хотим Российскую империю, хотим, как было до 1917 года. Но дело в том, что если ты хочешь, как было до 1917 года, то рано или поздно 1917 год придет. Они этого даже не понимают. Они не понимают, что история – это не набор застывших картинок, это процесс. И другая вещь, которая меня веселит. Вот, ну, понятно, если бы в Российскую империю хотели люди, там, Рюриковичи, кто-то, кто в ней занимал некие позиции, но почему-то люди, которые вылезли из грязи в князи, они полагают, что они в Российской империи были бы князьями, а не грязью. Вот это удивительная вещь. Вот это удивительная вещь – стремление ассоциировать себя с верхним слоем. И вот Солженицын был здесь в этом отношении и подспорьем в его вот этом таком свирепом антисоветизме. То есть здесь произошло, скажем, такое наложение. Я думаю, игра на роль еще зависть, потому что, ну, одно дело рассказывать, что при советской власти ничего, кроме калоши, не производили, да, и рассказывать, что при советской власти работающие пенсионеры не получали пенсии, а совсем другое дело сказать, что проклятый Сталин репрессировал 60 миллионов, и это до сих пор впечатано в мозге. Это еще чувство зависти. Преклонение как бы перед человеком, который сделал то, о чем вы даже мечтать не смеете. Да, потому что у самого-то вот режима достижений, вот что празднуется? Победа в войне, достижение советской системы. Гагарин, достижение советской системы. Парад Победы. Как называется парад? Парад в честь парада, который прошел 7 ноября 41-го года. Они боятся справедливости и революции, которая олицетворяет справедливость, как черт Ладана в прямом смысле этого слова. Да, конечно. Они драпируют мавзолей, они боятся. Конечно. И вот смотрите, 200 лет Маркса, 150 Ленина, 100 Октябрьской революции. Вот Евроньюз даже показал, как 200 лет Маркса в Берлине. То же самое с Лениным. Здесь абсолютная, так сказать, тишина. Да, конечно. Это так же, как это из другой области. Но вот у нас в советское время, так сказать, три было любимых детских героя и мультфильмы «Не знаю, Кабуратино, Чиполлино». Вот «Не знаю, Кабуратино» остались. Мультфильмы эти показывают. Чиполлино нет. Чиполлино. Он не запрещен, но его нет. Ну, правильно, потому что уже Чиполлино разобран Ютьюбом, Инстаграмом на цитаты. Потому что строго цитаты про нашу современную жизнь. Жаня Радарь же был коммунистом. Конечно, да. И идея, что вы должны платить за все, вы должны жить в домике с десяти кирпичей, вы должны бояться и не сметь говорить, и не сметь думать. Помните налог на воздух? Да. А вот смотрите, что такое маска? Ты снимаешь маску, хочешь подышать воздухом. Плати 5 тысяч. Это налог на воздух. Нет. Или 30 рублей за маску, или сколько там, на 5 рублей. Каждые два часа платите новый 5 рублей. Или платите 5 тысяч рублей. То есть это налог на воздух в чистом виде, конечно. Так вот, вот эта любовь к Солженицыну, это на самом деле отношение к тому строю, который предшествовал Советскому Союзу, который рухнул. Это некрофилия. Это любовь к монархии. То есть к тому, что отжило уже в 17-м году. Что не просто отжило, оно отжило, оно рассыпалось, и оно при этом покончило жизнь самоубийством. Потому что ведь Николая-то не свергали. Был дворцовый заговор, человек сам подписал тречение. Да, совершенно верно. Причем нарушив при этом российские законы. Он не имел права отрекаться за сына. Если уж про нарушение российских законов, так начать с того, что царь помазанник Божий и не имеет права отрекаться. Там был, правда, говорят, случай, даже подширковечная экспертиза подтвердил, так человек всю жизнь после этого в монастыре грехи, грех свой замаливал. И то это было тайно. Так и осталось тайно. А он совершил, как я по-моему, богохольство. А я помазанник Божий, и от этого помазанник Божий. Это, я не знаю, с чем это сравнить. То есть человек выступил совершенно как частное лицо, а не как государь. Он отказался, он снял с себя всю ответственность. Мечта олигарха – снять с себя ответственность. Мечта нынешних этих самых управленцев. Почему они воюют с социальным государством? Они не просто заденгивают, они хотят все решать и ни за что не отвечать. Кто-то сказал, по-моему, Алексей Митрофанов в свое время сказал, править как Сталин, а жить как Барамович. Мечта идиота, потому что не получится. И вот очень интересный момент. Вот в этой книге о Солженицыне, не делая, вы абсолютно правы, не делая окончательный вывод, но Островский поставил очень важный вопрос. А как же, а куда же смотрел КГБ? Либо КГБ был, так сказать, такой тупой, либо это что-то другое. И дальше, и не случайно на книге, вот на этом издании изображены герб ЦРУ. – Крошечная тень Солженицына вот такая. И большие гербы ЦРУ и КГБ, причем объединенные в едино. – Ясно совершенно, что в этих играх, и очень хорошо Островский это показал, и КГБ, и ЦРУ преследовали свои цели. Они не объединялись между собой, а давайте-ка договоримся и сработаем. – Партнерство по умолчанию. – Да, совершенно верно. Партнерство по умолчанию. И получилось, что Солженицын оказался совместным проектом. Для ЦРУ это был проект разрушения, расшатывания советского строя. Для КГБ, для его либеральной части, либерально-глобалистской части, это было средство давления, скажем, едет Солженицын на запад, публикуется там архипелаг ГУЛАГ, и это будет средство давления на брежневское руководство, чтобы оно двигалось в таком либерально-коммерческо-экономическом направлении. И если посмотреть всю историю отношений КГБ с Солженицыным, то это, так сказать, и Островский это показывает. Он показывает, как Солженицын пытается скрыть правду, что КГБ тогда-то об этом не знало, об архипелаге. И вот еще что интересно, это замечено было целым рядом эмигрантов по поводу именно архипелага ГУЛАГа. Книга написана так, как будто ее писали несколько человек. Материал Солженицын получил... Кресть строит повторы. Повторы. Солженицын получил материал, который был в спецхране, и Солженицын, по-моему, в Бодолсе теленок с дубом, он говорил, как некие доброохоты ему из спецхрана приносили, так сказать, литературу систематически. Дело в том, что я в советское время работал очень много в спецхране. Туда нужно было допуск, вынести оттуда было, даже если библиотечная работа, ну, может быть, один-два раза можно было вынести. Но систематически делать это, тем более по отношению к человеку, который был под колпаком ГБ, ну, это просто невозможно. Этих людей просто арестовали очень быстро, и, так сказать, в лучшем случае погнали бы с работы. Поэтому речь идёт о том, что, так сказать, Солженицыну кто-то снабжал материалами. И Островский очень хорошо подводит, так сказать, к этому выводу, а снабжать материалами его мог только ГБ. Ну, даже эмигранты, и Островский про это пишет, пришли к выводу, что у архипелага ГУЛАГ был автор коллективный, этот коллективный автор был КГБ, причём не какие-то там диссиденты внутри него, пусть даже на самом верху, вроде Андропова, именно КГБ как единой организации, которая решала свои задачи таким образом. И это он фиксирует очень чётко. И меня, на самом деле, больше всего эта история потрясла, ну, мало ли в какие журнала люди попадали. Меня больше всего потрясла абсолютная, во-первых, Лена Солженицына, которую в своё время, так сказать, хватило, чтобы пытаться переписать весь русский язык заново, от нечего делать, от мании величия, но отредактировать архипелагу ГУЛАГ он был не в состоянии. Да, писатель третьего ряда, уровни Писаржевского, но, простите, Писаржевский, он хотя бы писал свои произведения, хотя бы читал, чего он писал. Здесь, судя по всему, этого не было. Да, безусловно, в этом отношении архипелаг отличается даже от всех других вещей Солженицына. Он явно писался в спешке под решение какой-то задачи. Он собирался, он собирался, он компоновался, он не писался, он компоновался из кустов. И дальше сквозного прочтения итоговой редактуры, ну, или она была, или она была такая поверхностная, что только руками развести. И Островский просто подсчитывает по времени, когда Солженицын мог это дело писать, и показывает, что он физически не мог это написать, теоретически не мог написать. Вот вам скорость письма при одной работе, вот вам скорость письма при другой работе. Невозможно, так не бывает. И ГУЛАГ был одним из тех событий, издания ГУЛАГа, которое очень сильно осложнило советско-американские отношения, так же, как введение высокой пошлины, по-моему, 900 рублей, на выезд евреев из Советского Союза. Это была не пошлина, это была плата за получение высшего образования. Да, ну, она получалась, что это, так сказать, твоя пошлина за, так сказать, выезд из страны. Если человек не имел высшего образования, то, по-моему, там как-то было по-другому, не помню. Да, ну, если учесть, что выезжали, как правило, люди с высшим образованием. Именно образованные, да. Причем сделано это было как раз под визит Брежнева в Соединенные Штаты. И вот в стенограмме обсуждения этого вопроса есть очень интересный момент. Брежнев начинает распекать Андропова за то, что тот, так сказать, делает эти вещи. А Андропов, причем это происходит накануне пленума, на котором Андропова должны были избрать, так сказать, уже перевести из кандидатов в члены политбюро, в члены политбюро. И Андропов, который панически боялся любого начальства, начинает, так сказать, огрызаться и стоит на своем. И вот эта история с этой платой за обучение, верните, плату за обучение, она очень сильно испортила советско-американские отношения. Вот архипелаг появился тоже примерно в это время. То есть, речь шла о том, чтобы испортить советско-американские отношения. Реально в испорченных советско-американских отношениях была определенная часть ГБ, а если брать внешних игроков, то в этом, безусловно, была заинтересована Великобритания. И нужно еще учесть, что деятельность Лужнец – это перелом, когда сложился тот мир, который сейчас отмирает. Совершенно верно, абсолютно точно. Вот тот водораздельный мир, который действительно сложился на рубеже 60-х, 70-х годов, и вот все, сейчас он уходит. Вот ковидный год – это, так сказать, просто такая жирная черта, все. Действительно, вот эти сколько, значит, у нас получается? Почти 50 лет. С 67-го года, если сказать. С 67-го года, да. Это Козлов, вы, кстати, его издали. Смирнов. Смирнов, извините, я все время путаю фамилии. Смирнов, да, конечно. Смирнов, криптоаналитика глубинной власти, тайные тропы истории. Да, 67-й год, июньский пленум. Это, так сказать, окончательный отказ номенклатуры от рывка в будущее. Это у нас, а у Англии – это теневая британская империя. Совершенно верно. Которую потом перехватили американцы, из которой вырос глобальный спекулятивный капитализм. И из этого офшорного мира выросли, с одной стороны, идеи, что не надо менять окружающий мир, нужно менять представление об этом мире, нужно, чтобы люди развлекались, потому что создавать новые рынки в условиях развлечения лучше. А потом поняли, что это огромная власть. И дальше отсюда, когда до этого доросло развитие персональных компьютеров, вот, собственно говоря, мы и получили сегодняшний мир из этого. Да, с дополнительной реальностью и со всякими другими вещами. Кстати, в этом отношении, если говорить о том мире, который рождается, поразительно откровенную книгу написал Шваб, которая вышла вот этим летом, «Великая перезагрузка». Там просто всё настолько откровенно расписано, и это действительно, если он возникнет, этот мир является полным отрицанием того мира, который оформился в конце 60-х, в начале 70-х годов. Полным отрицанием гуманизма, скажем так, в любых условиях. Так что это полное отрицание очень давнего мира, который начал зарождаться в эпоху ещё возрождения. Кстати, самое интересное, что Солженицын как раз относится к этому миру. Да, он самоотрицание. И книжка Срубская ещё интересна тем, она показывает самоотрицание, как человек разрушает свой мир. Почему он его разрушает? Как он к этому приходит? Как становится предателями? Что-то преследую. Вот это... Кстати, у Островского очень хорошо показано, что если бы Солженицыну вовремя дали ленинскую премию... Да не Гончару. Всё, пожалуйста. Да, и был бы классик социалистического реализма. Ну, Юрий Владимирович, я думаю... Ну, во-первых, у кого-то, наверное, был слишком хороший вкус советского руководства ещё со старинских времён. А с другой стороны, это противоречило стратегии, это противоречило проекту. Но Солженицыну, так сказать, не дали премию. Там основным противником этого был Суслов. Но Андропов, как я понимаю, он сусловский был человек, это проект Суслов. Безусловно, это же проект Суслова в целом. Да, это так называемая Ставропольская группа, оттуда же и Горбачёв. Но Горбачёв не ставленник Андропова, он ставленник, так сказать, Суслова и через Суслова Андропова. Вообще, вот этот период конца 60-х, начала 70-х годов, в который вплетена история самого Солженицына, это фантастически интересный момент, так сказать, перелома, перелома советского общества, когда номенклатура отказалась от рывка в будущее и начала вписываться в западную систему. Это был отказ от прогресса. Советская система была прогрессорская. Идея прогресса, возвращение к цикличному времени, отказ от линейного времени. И отказ от прогресса, это было во всем мире. И мы, которые были больше отрицанием капитализма, хотя и капиталистическим отрицанием, мы вернулись, что называется, в лону. Этот вот импульс, который был дан в 17-20-30-х годах, он заглох. Заглох, самое интересное. Вот в истории бывают такие фокусы. Ведь вот этот пленум, июньский 67-го года, где, в общем, подведена черта под рывком в будущее, этот пленум, один из центральных вопросов, был утверждение тезисов к празднованию 50-летия Октябрьской революции. Уже стали смотреть назад. Да, уже стали смотреть назад. Кстати, в 70-е годы появилась еще одна вещь в советском обществе, очень интересная. Люди начали вспоминать вдруг о том, какие у них есть дворянские предки. И в целом, какие у них есть предки. Даже если предки не дворянские, то все равно стали разворачиваться в прошлое. Это был стихийный отклик на дух времени, когда будущего не стало. Ну, коммунизм в 81-м году, в 75-м, даже в 70-м было уже все понятно, в 69-м, первые колбасные электрички пошли в Москву. Ну, еще была одна вещь, помимо колбасных электричек, очень изменилась тональность советской фантастики. Вместо ранних стругацких, их с полным, да, появились другие вещи. Ефремов, начало 60-х, лезвие бритвы, потом час БК, который изымали из библиотек. Планета Торманс, которая очень похожа на поздний Советский Союз, ГЖИ и ГЖИ, короткоживущие работяги, долгоживущие интеллигенты. И строго по Герберту Элсу с его морлоками, не помню кем, Элоэми, неизбежный крах долгоживущих, потому что они презирают людей. И есть еще один момент, почему долгоживут, почему Элоэ обречены. Никто не отменял второй начало термодинамики. В закрытых системах энтропия нарастает, то есть закрытые системы загнивают, вырождают. Совершенно верно. И функция человека своими эмоциями как раз преодолевает. Человек – генератор эмоций. В этом отношении энергоэволюционизм Эйлера абсолютно прав. Помимо познания. И как генератор эмоций человек является тем элементом мироздания, который постоянно противодействует тепловой смерти. И в этом отношении удивительным образом третеразрядный писатель Солженицын становится... Когда-то Ленин писал Лев Толстой как зеркало русской революции, Солженицын как зеркало советского загнивания. Перефразирую. Какую биографию сделали этому нерыжему? Да. Биографию ему сделали, действительно. Но уже для него лично отъезд за рубеж – это было началом конца, началом краха. Потому, что сначала его там приветили, а потом он начал выступать в роли учительного старца. Он начал учить американцев. И, например, Гор Видал сказал, что это за дурак. Он начал учить американцев. Американцы, естественно, его слушать не стали. Он там сидел в Вермонте, у себя что-то писал. Потом происходит событие здесь наше, 89-91 год. Но он не возвращается. Он ждет. Он хочет, чтобы... Чтобы его позвали. Да, позвали. И чтобы все утряслось, и он въедет, так сказать, как... Ну, не как Ленин, на броневике, но что-то похожее. Нет, чтобы он въехал как святой. Да. Как это Аллах имени в Тегеран. Вот так он хотел. Я в 94-м году в Париже жил и регулярно читал газету «Монт». И вот в газете «Монт» была такая карикатура. Значит, открытая дверь. Ну, это имеется в виду Россия. Там непотребные девки, бандиты. А около... Да, и стоит охранник, который не пускает людей. И около двери стоит Солженицына со свечечкой. И говорит, могу быть совестью нации, духовным пастырем. А охранникам говорит, не надо. И вот это триумфальное возвращение Солженицына от Владивостока... Какой-то был год. 95-й, по-моему. Это было до выборов 96-го. Это было под выборы. Потому что стало ясно, что выборы провалились. КПРФ победила в 95-м году. С одной стороны, создавали олигархов, чтобы было на кого обереться. А с другой стороны, позвали Солженицына, чтобы он осветил весь этот бедлам. Ну, не получилось. Так что он все-таки проник со свечечкой. А было очень... Светечка только быстро очень загасла. Да, ну, в таких руках свечка не горит. Но, понимаете, было очень интересно. Когда он возвращался, с ним ехало много журналистов, которые его, так сказать, снимали, освещали. Мне рассказывал один корреспондент, который стоял просто рядом. А ведь Солженицын ехал на поезде. Он выходил, и при вокзальной площади опускались на колени. Особенно в тех местах, где люди сидели, где родители сидели. И вот он выходит, смотрит на эту площадь, которая опускается на колени, про себя, говорит, мало людей, маловато людей. Так сокрушенно говорил. Понимаете, вот сокрушенность и циничность предельная. Кстати, вот он обманулся. Это даже журналиста, который много чего видел, это его проняло. Он не читал Солженицын, ему было все это плевать. Но когда человек перед человеком встает на колени, а он говорит про себя, говорит, маловато, не то. Это журналист был потрясен этим. Но вот Солженицын обманул себя. Ему бы вообще нужно было вернуться в 91-м или в начале 92-го года. А для этого нужна смелость. Потому что в 91-м... Нет, дело в том, что он, у него, вот если внимательно прочитать, бодался теленок с дубом, это человек, который математически высчитывал каждый ход. Вот когда что-то опубликовать, как себя повести. Или он пишет о том, когда была издана в рамон-газете один день Ивана Денисовича, и фотография. И он пишет, фотография какая надо, скорбная. Понимаете, это тот случай, когда внимание к деталям убивает понимание стратегии. Целостного, да. Человек может быть... Вот то, что вы описали, это гениальный бухгалтер. Вы говорили, что у него еще почерк был такой удивительный, аккуратный, педантичный, скрупулезный. И бухгалтер не понимает стратегии, потому что вы никогда не можете высчитать все. Нужно почувствовать дух эпохи, а для этого нужно перестать быть бухгалтером. И как... У меня был такой один знакомый бухгалтер, Илюши Пономарев. Единственный депутат Госдума, который проголосовал против Крыма. Не потому, что он был против Крыма. Он вот так вот безупречно все высчитывал, до запятой, до мелочи. У него была особенность. Он всегда пудал знак. Всегда. Но все его расчеты были идеально точные. Он вошел в историю. Он правда вошел в историю. Я упоминаю сейчас его фамилию. Хотя о нем уже никто не помнит. Он, так сказать, отметился. Он выделился из общего фона. Перед ним после этого некоторое время заискивали, потому что нужно было его, так сказать, перетянуть на свою сторону. Все, что угодно. Он все сделал правильно, только на знак перепутал. Так бывает с бухгалтерами. Глаза замыливаются. И Солженицын, как бухгалтер, он не ощутил духа эпохи. А когда даже до бухгалтера дошло, было уже поздно. Да. То есть он свой шанс упустил. Приехать на политическую могилу Горбачева идеально. В условиях полной неопределенности поддержать Ельцина, Ельцин был бы по гроб жизни благодарен. А в 95-м году уже не ты меня поддержал, уже я тебя позвал и сказал сидеть здесь и говорить вот это. Да, вот этот момент, конечно, это Солженицын, это серьезный его карьерный просчет. Так он действительно был что-то вроде нашего Айталлы Хамени. А так уже все, буквально 2-3 года и все. И другое он... Нет, там на этой роли был, по-моему, Дмитрий Лихачев, великий академик. Нет, не дотягивал он по темпераменту. Не дотягивал по темпераменту. Да, и потом Лихачев мог быть Хамени для узкого круга интеллигенции. Да, для узкого круга интеллигенции. А все-таки Солженицын претендовал на другое и мог быть, и мог быть, так сказать, другим. А как вы думаете, а он понимал вот этот упущенный шанс или нет? Я думаю, что приехав в страну... Он это увидел, его это грызло до последнего дня. Я не знаю, грызло ли его. Я думаю, что он не столько это увидел, сколько почувствовал. Он почувствовал, так сказать, ненужность. Есть китайская поговорка «Человек ушел, чай остыл». Вот чай остыл. Вот с Солженицем приехал, а чай уже остыл. И ведь ничего он больше уже не написал. Его писание, так сказать, его писание – это было бодание с Советским Союзом по мере возможностей. Вот по мере его возможностей. И причем в этом бодании, кстати, он продемонстрировал, знаете, как Гамлет говорил, неблагодарность и свойства низких натур. Твардовский, который всячески ему помогал, получил от него... И спасал его, и был уволен за него, как я понимаю. Ну, он был уволен по совокупности, но это была такая очень важная гиря. И сколько всего понаписано Солженицем о Твардовском вещей. И причем даже дело не в том, что это вещи негативные, хотя и в этом тоже... Какие-то похабно-пренебрежительные. Они пренебрежительные. Вот, кстати, кто я, кто я и кто Твардовский. Даже с сугубо литературной точки зрения, все-таки Твардовский действительно классик. Классик, конечно. А что такое служеницем с литературной точки зрения? Вот на одних весах у нас Леонов, Фадеев, потому что вещь Фадеева, которая называется разгром... Да, она идеальна. Это... Ее необходимо изучать в школе, безусловно. Безусловно. Нужно было жить... Я до сих пор помню последнюю фразу. Все кончилось, все было разрушено, нужно было жить и выполнять свои обязанности. Точка. 25-й, по-моему, год. Причем вот я, по крайней мере, вижу такую линию преемственности от толстовского Хаджи Мурата, потому что эта вещь, это уже 20-й век, это Толстой 20-го века, это не Толстой 19-го. И вот разгром, на мой взгляд, он как раз подхватывает вот эту, так сказать, эстафету. И, повторяю, с одной стороны у нас Фадеев, Леонов, Алексей и Толстой разного уровня авторы, но это советская классика, и Солженицын по сравнению с ними смотрится. Классика, литература, советская, несоветская. На любом языке эти работы были бы классикой. Шишкин у Грумляка, та же самая. Порт-Артур, я уже забыл, Степанов, по-моему. Да. Вот. Это было бы классикой на любом языке. Шишков. Шишков, иного Шишкова, да. Это могло быть только на русском. Это классик. А Солженицын, ну... Причем вот даже его вещь в Круге Первом, ведь она абсолютно подлая, и меня вообще удивляет, почему главного героя этой вещи, так сказать, посадили, а не расстреляли. Потому что человек сообщает... У нас очень гуманная цивилизация, потому что... Человек сообщает американцам, у нас нет еще ядерного оружия, мы его только готовим, но человек сообщает американцам, вот, они готовят, то есть, бейте, ребята, и... Человек провоцирует удар по своей стороне, опережающий, разрушающий. В принципе, этого человека... С диким количеством жертв, потому что это атомное оружие, никакое не тучище. Человека надо ставить к стенке. Нет, он... Его сажают в лагерь, он работает в шарашке, и это главный герой, которого Солженицын предателю симпатизирует. Ну, с другой стороны, предатель симпатизирует предателю. Это логично. Я помню, была статья, я не уверен, что это написал Николай Николаевич Яковлев, возможно, хотя, возможно, и он. Была статья, называлась она «Продавшийся и простак». Продавшийся – это Солженицын, простак – это Сахаров. Большущая-большущая статья о Солженицыне и Сахаре, где он их сравнивал. И вот этот человек, вообще-то, в принципе, финал Солженицына, что он оказался не нужен в США, он оказался не нужен в постсоветской России. Но это, безусловно, трагедия, человек, который хотел быть учительным старцем. Да. Старцем-то он стал. Да, но не учительным. Хотя его посещал Ельцин. И Путин, по-моему, его еще теперь посетить. Он стал, да, такие ритуальные были заезды. И, скажем, Солженицынская вещь, как нам устроить Россию, ну, это демонстрация полного непонимания того, что происходит. Но по этой работе довольно много было сделано. Сделано вы что имеете в виду? Газдума, вообще восстановление всей этой риторики до Советской. Все этой риторики, обреченной на самоуничтожение. Понятно. Городового только не вели. Да. Кстати, если вы помните, сначала вот эту думу, которая стала первой думой у нас, ее же хотели назвать Пятой думой. Да. Очень. То есть восстановить историческую девственность. Как бы вот этот перерыв, вот была четвертая, а теперь вот будет пятая. Но потом ума все-таки хватило, что это первая, дума первого созыва. И то, что было, так сказать, там, дума. Но дело в том, что это вот избитая фраза, история повторяется в виде трагедии, а потом в виде фарса. Это же все, так сказать, это фарс, имитация. Имитация с прицелом на это имитация, имитация жизни после смерти. Понимаете, это очень долгая жизнь, и эта жизнь оказалась имитацией. В чем ужас? Да, безусловно. И что очень важно, вот русская литература, большая русская литература построена, она искренняя. Вот в Солженицын каких-то вещах искренности нет. Там все время какое-то есть второе дно, умысел. Такое впечатление, что ты сел играть в карты с Шулером, и что-то он там, так сказать, все время выдумывает, придумывает. Нет искренности, большая русская литература всегда была искренней. И это с одной стороны, это как бы предатель не может быть искренним, да, это свойство характера, а с другой стороны, может быть, именно поэтому он не стал писателем. Потому что, ну, в конце концов, то, что корявый стиль, ну, хорошо, когда школяр пытается написать, плетется рысью как-нибудь, ему ставят два, потому что так не говорят по-русски, да. Корявости очень много, ну, Платонова стиль принципиально коряв, в этом его стилистика. Зощенко, когда он, так сказать, обращается к просторечию, это же, так сказать... Ну, это, вот эта корявость естественная. Солженицын-то придумал язык, которого не существует. Он нарочитый. Он бухгалтерский. Вот это вот, может быть, его предательство не позволило стать писателем, потому что вот эта вот неискренность, она останавливает. Можно продраться через любые заборы, в конце концов, у Льва Николаевича Толстого тоже есть предложение, которое на две страницы, на третью загибается. Но можно продраться через все, если это искренне. Если человек действительно так живет, и вы влезаете в его жизнь, а если человек так не живет, вы влезаете в его жизнь, там, крапива, колючая проволока и надписи «Не входить, убью», то это уже не писатель. По крайней мере, не русской литературы писатель. Ну, скажем так, сочинитель. Да. Автор. Да. Вот. И, ну, вот, как оказалось у постсоветского режима нет других писателей, и поэтому Солженицын оказался там, где он оказался. Но с точки зрения большой русской литературы, если все это сохранится, но его место даже ни в третьем, ни в четвертом ряду, и изучать его будут по другой совсем части. За неумением Ербовой пихом на промокашке, даже не на простой. Да. И вот попытка, скажем, вышла в Жизел его биографию, я не помню сейчас, Авторессу. Но вот она ведь даже сумела обойти, ухитрилась обойти все те вещи неприятные, которые, бодался теленок дубом, есть. И где он говорит о том, как он, так сказать, сексот ветров и прочие-прочие вещи. Видимо, этого скрыть уже нельзя было, поэтому он сам об этом сказал. Самое страшное, его абсолютная, даже не безжалостность, равнодушие. Потому что из-за него повесилась женщина. Просто из-за него. Ну, пофигу. Он мог из страха или из бизнеса не подписывать там письма протеста против репрессий, но просто не подписал, не подписал, трубку не взял. Он же сказал, они сами выбрали свою судьбу. Но это цинизм, на фоне которого как бы из-под погон КГБ у людей крылышки начинают прорастать на фоне такого цинизма. И это был период, вот когда он это сделал, это был период, когда он еще надеялся сделать советскую карьеру. Да, конечно, конечно. И он старался не делать резких шагов, писал листивые письма Шолохову, которого он потом обгадил, что, так сказать, это и не Шолохов написал. И, кстати, вот если говорить о том, кому Солженицын жутко завидовал, это, конечно, Шолохову. Суперклассику Нобелевского лауреата. Потому что какого бы высокого мнения Солженицын ни было о себе, он не мог не понимать, что такое вещи, как «Тихий дон», ему никогда не написать. И очень интересно, что Шолохов является мишенью наших английских, как сейчас Владимир Владимирович говорит, партнеров. Партнеров, да. Да, потому что у Резуна тоже специально вставленные пассажи про Шолохова, прямо видно, как они вставлены. То есть это методичка, это ЦУ. Да, причем, поскольку Солженицын понимал, что он никогда не сможет написать чего-то вроде «Тихий дон», он решил у Шолохова это отобрать. Это мне очень напоминает ситуацию из романа Каверина «Два капитана», когда Ромашка говорит Сане Григорьеву, откровенно ему, что он хотел у него отобрать его любовь, вот эту Катю Татаринову, потому что он знал, как он ее любит, и вот он хотел эту любовь отобрать, потому что он сам на такую любовь не был способен. Вот это классический, вот это ромашка. Ромашка в человеческом плане, а в плане стратегическом, ведь Шолохов на самом деле создал то, из чего потом выросла победа в войне. То есть он описал единство противоречия. Когда стороны сталкиваются друг с другом, воюют насмерть и при этом образуют единый народ, и этот народ не разрушается, не распадается. То есть величие Шолохова помимо литературы, помимо социологии, в том, что он дал в Тихом Дуне формулу сохранения единства народа, который сам себя уничтожает и воскресает из этого столкновения, как феникса с пеплом. Вот почему Шолохов еще ненавистен. То, чего нет ни у кого потом, то, чего, может быть, не за это давали Нобелевскую премию, но не могли не ощутить это. Он показал историю совершенно невероятную, которую сейчас наши монархисты осознательны в состоянии, когда люди стенка на стенку и на взаимном уничтожении и становятся в результате единым целым. Да, в этом отношении роман Шолохова аналогов не имеет. И вообще, если говорить вообще о романах о гражданской войне, Шолоховский роман – это, безусловно, одна просто из вершин мировой литературы, не только русской. И война по дискредитации Шолохова – это психоисторическая война не в том смысле, что у вас нет героев и у вас нет хороших писателей, а в том смысле, что это дискредитация самой идеи единства народа. Совершенно верно. Так же, как психоисторическая война против Сталина, против Шолохова – это попытка выбить ключевые фигуры. Это из того же ряда, что попытка отменить революцию, попытка дискредитировать победу в войне, попытка обгадить Гагарина – это попытки вырубить то, на чем стоит общество. И визуя Космодемьянскую. И теперь понятно, почему нынешние власти так привечают Солженицына. А даже когда люди лично не приемлют предательства в личном плане, они совершают чудовищное предательство в социоисторическом плане. Потому что они предают свою страну. Народ выбрал большевиков. Нравится, не нравится, спи, моя красавица. Выбор был сделан. Большевики обеспечили прогресс и создали самую развитую и самую гуманную цивилизацию в мире. Может быть, слишком гуманную, чтобы выжить. Самую гуманную в истории. И когда они, открещиваясь от них ради сохранения своей власти, ради текущих логических задач, мы хотим пограбить. Раз мы хотим пограбить, мы должны быть против гуманизма, значит, против коммунизма, против Советского Союза, против советской власти, потому что это гуманизм, против воровства. Но тем самым они совершают предательство, не личностное, они совершают предательство своего народу. Предательство историческое. И они, совершая это историческое предательство, они ощущают свою близость с Солженицным. они такие есть еще один момент вот отказа от советского прошлого как бы кто бы не относился к советскому к советскому периоду это русский модерн друг другого раз это другого ничего нет то есть отказ у серебряный век это не модерн это декаданс это даже конечно 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 просто красиво выглядящий у снизу юрьевич куняева есть замечательно она небольшая такая книжечка называется она как раз 7 называется любовь исполненная зла шикарная вещь очень хорошо сделано о серебряном веке о том что сказать это по сути дела было гниение которое сейчас выдается за колоссальное достижение реальным модерном был советский союз а вовсе не серебряный век серебряный век был тупик и отказ от советской эпохи это безусловно отказ от модерна в пользу непонятно чего отказ от развития в пользу блатного феодализма выражаясь сергей юрьевичем словами сергей юрьевича лазьева который очень недолго будет компьютерным вот то что он будет компьютерным очень недолго это в мире не сознается сожалению они все веруют в киберпанк что люди будут дикими будут прыгать по веткам или по соцсетям как обезьяны и где-то над всем этим будут системы жизнеобеспечения и система социальной платформы которые будут работать они не будут работать то есть они будут работать но не до а потом сломается ишь и что вы знаете оптимизация да вот вот очень интересная вещь вообще как как вот эти люди воспринимают искусственный интеллект недавно лена сергей ларина очень хорошо заметила в одной из своих статей что троечники и двоечники 80-х 90-х годов которые воспитаны не на научной фантастике она гарри поттере и на фэнтези они воспринимают искусственный интеллект не как нечто техническое рационально никак рационально а как некое магическое чудо магический кристалл и вот это их их восприятие как раз говорит о том что сказать случить что-то с этим они не смогут они не смогут ремонтировать канализацию точка потому что как мы помним по 90-м годам когда еще были жили живы советские инженеры ремонт канализации является значительно более сложной творческой задачей чем ее выкапывание заново получится и получится картинка как финальные буквально строки уэлсовского человека невидимки если помните там у главного героя у человека невидимки у него были бумаги которые после того как его убили бумаги не нашли и владелец этой гости не хозяин гостинин сказал никаких бумаг нет ну и кончается кончается роман так что сказать в темные холодные вечера он занавешивает шторы достает кожаной тетрадки и говорит буковка h буковка с как бы это сделать нет вот какая же все таки была голова то есть для для этих для этих людей для них скажем математические формулы могут оказаться чем-то вроде египетских иероглифов почему вы говорите это в будущем времени нет обратите внимание нам сейчас во всем мире про коронавирус вещают люди которые по крайней мере в нашей стране не способны постичь таинство ливневой канализации они же нам про это рассказать конечно и есть ли уже здесь это уже нами управляет сегодня сейчас ну они они еще сказать не управляют это попытка управления но кто как нарисуется вот скажем в последней книге шваба которая вышла летом там вот нарисована вот такая вот сказать широкая перспектива вот все решает искусственный интеллект и они полагают что они за этим искусственным интеллектом они спрячутся вот не не спрячутся потому что искусственный интеллект такой супермозг а вот придет варвар с дубиной и этот искусственный мозг 1 разобьет и все с одной стороны а с другой стороны искусственный интеллект а это еще американцы в семнадцатом году зафиксировали что он не способен решать творческие задачи. Для решения творческих задач нужен симбиоз искусственного интеллекта с человеком. А когда люди будут доведены, они уже доведены до состояния, когда они не способны ставить творческие задачи, не способны их решать. Так Фурстенко же сказал в свое время, что наша задача... Наша задача это готовить даже не профессионалов, а готовить профессиональных потребителей. Потребителей. Причем он еще сказал, что порог советской школы, был в том, что она хотела готовить творцов. Советская школа хотела сделать творцов, а нам нужны даже не квалифицированные потребители. Не квалифицированные специалисты, нам нужны квалифицированные потребители. Только ведь баллонский процесс придумал не Ярослав Кузьминов. Баллонский процесс. Это общее, одичание, это общая тенденция. Просто наши бегут, задрав штаны впереди паровоза. И некому будет стоять. А когда вы начинаете решать рутинным образом новые задачи, вы в лучшем случае отрываете голову. Искусственный интеллект будет решать традиционным, обычным, понятным для него способом задачи, которых не было в момент его обучения. И вот, совершенно верно. И вот, возвращаясь к Солженицыну, а поворот вот этот произошел к деструктивной такой, к деградационной модели на рубеже 60-х, 70-х годов. С 57-го по 74-й годы. Вот время этого перехода. И Солженицын-то, когда он рассчитывал, он говорит, ну вот, он, архипелаг ГУЛАГ был вынужден выпустить на три года раньше, чем он планировал. Потому что ему сказали, пора, вперед. Фас. Фас. И вот получается, и получается, что Солженицын, это не только зеркало вот этого советского загнивания. Это зеркало начала мировой варваризации. И вот в этом отношении Солженицын интересен. Он будет одним из тех, по кому на материале, так сказать, вот советском и постсоветском историке будущего, если будет кому изучать, они будут изучать вот этот процесс, начинавшийся, мы не знаем, она, так сказать, победит или она остановится, вот этой варваризации и неоархаизации. И в этом отношении его, вот этот искусственный архаизированный стиль он как нельзя лучше соответствует вот этой начинавшейся архаизации. Когда он придумал пасконные слова, которых не было во времена пасконности, но они удивительно органично там смотрятся. То есть это футура архаизация. Их не было тогда, это футура архаизация. То есть удивительным образом... Киберпанк. Он предтеча киберпанка. Слушайте, я согласен с тем, что памятник Солженицыну остался в Москве, будет написано предтеча киберпанка. Да, только эта предтеча работала против нашей с вами родины. Против нас. Против нас. Против нашей родины. И, сказать, вот этого мы никогда не забудем и не простим. Игорь Ницин – это человек, который мечтал сбросить на меня и моих родителей атомную бомбу. Совершенно точно. И был настолько труслив, что вкладывал эти мечтания в род своих героев, а сам вот в рамках уголовного кодекса ходил по грани, но эту грань не переступал. Для меня это человек, который хотел сжечь меня и моих родителей в огне атомной войны. И, следовательно, чтобы не появились наши дети. Да, американские людоеды этого не хотели. А он этого хотел. До такой степени, что американские людоеды выгнали его на задворке, чтобы не занимался безуми. Ну что же, это ответ американских людоедов. А мы должны, так сказать, помнить, и мы должны также помнить и очень чётко фиксировать вот эту адекватность соответствия Солженицына тому, что оформилось у нас в 1991 году, то, что продолжается до сих пор, коряво, неказисто, возможно, делая последние какие-то свои шаги, но он именно этой эпохи очень-очень адекватен. Спасибо, Михаил Геннадьевич. Спасибо. Я думаю, что у нас получилась беседа не только о Солженицыне, но и вокруг, но это естественно, потому что Солженицын, как бы к нему ни относиться, это всё-таки какая-то часть не лучшая далеко нашей литературы. А в России литература это больше, чем литература. Это решение очень многих других проблем. Поэтому и разговор у нас пошёл таким образом. Жизнь отражается не только в каплях воды, но и в каплях других собственностей. Спасибо. Счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok